Смотрите, вначале мы поговорим снова про гипотезы, но немножко с другой стороны. Обсудим H-A-D-I-цикл, ну или как он сокращенно часто называется, H-A-D-I-цикл, что это такое, с чем его едят, зачем он нужен, и какие существуют критические гипотезы. То есть мы проговорим, в случае, если мы запускаем новый какой-то продукт или сервис, или если он уже у нас есть, но мы хотим пройтись по основным точкам, обсудим, какие гипотезы, как правило, самые критические, которые нужно проверить в первую очередь, для того, чтобы ничего не забыть. Затем мы поговорим, собственно, про саму проверку продуктовых гипотез, какие типы проверок существуют, какие типы интервью бывают, и на что имеет смысл обращать внимание. Тут все классически и продолжает логику предыдущих занятий. Мы с вами говорили про экспертные опросы, про качественное интервью и количественное интервью. Для каждого из них мы обсуждали, что это такое, как его лучше проводить, на что обращать внимание. Но сегодня это мы тоже продолжим. Итак, продуктовые гипотезы и что нужно проверять в первую очередь. Что такое вообще хадди-цикл и с чем его едят? Кто-нибудь знает, как он расшифровывается? Гипотеза, действия, по-моему, данные, дальше дата и это что там? Инсайдс. Инсайдс. Точно, да. И институт. Да, все верно. Фактически хадди-цикл – это алгоритм цептической проверки гипотезы от идеи через действия к данным и выводам. То есть, если прогонять одну гипотезу или несколько гипотез по нему, то у нас будет возможность постоянно что-то проверять и тем самым постоянно иметь обратную связь и улучшать наш продукт или сервис. Собственно, основные туапеты – гипотеза, где мы формулируем гипотезу, экшн, где мы выполняем эксперимент, дата, где мы собираем данные и инсайдс, где мы делаем выводы. Теперь про каждый из пунктов чуть-чуть поподробно. По подробности. Гипотеза. Здесь самое важное – это записать гипотезу, то есть изменения, которые могут улучшить наши показатели. Обращаю внимание, что гипотеза, она всегда должна быть формулируемой и в идеале должна быть всегда обсчитываемой, для того, чтобы у нас не было такого, что мы говорим, но мы бы хотели увеличить конверсию. Это не гипотеза. Это желание, может быть, хорошее, продуктовое, но это не гипотеза. Гипотеза, если мы изменим нашу кнопку перехода на другой цвет, наша конверсия увеличится на 5%. Вот это уже гипотеза. Или изменение заголовка увеличит конверсию в регистрацию на лендинге на 5%. Гипотезы нужно генерировать по тем показателям, изменения которых важно в ближайшее время. То есть можно строить гипотезы по тому, на что вы не можете непосредственно сейчас повлиять, но это просто бессмысленно, потому что вся суть ходит цикла в том, что вы здесь и сейчас формулируете гипотезу, быстро ее проверяете, получаете обратную связь, после этого как-то, исходя из этих данных, что-то интегрируете в продукт или изменяете. Если же у вас есть гипотеза, на которой есть сильное долгосрочное влияние, и сейчас вы не можете с ней работать, то полезно ее иногда держать на беду, но не факт, что полезно прямо сейчас с ней плотно взаимодействовать. Затем второй этап – действие. В начале каждого цикла мы берем несколько гипотез и начинаем воплощать в жизнь. Пример. Переписываем заголовки на лендинге, указывая прямую выгоду для клиента от регистрации. То есть мы берем и начинаем по каждой из гипотез, которые в предыдущем пункте выписали столбиком, совершать действие для того, чтобы проверить, как оно будет работать. Главное – это оперативная проверка. Поэтому, как правило, мы проверяем все за один цикл. То есть ходит цикл, он такой максимально концентрированный, у нас нет размазанности проверки гипотезы на месяц или несколько месяцев. Мы в течение короткого срока выдвигаем гипотезу, проверяем ее, получаем данные и, соответственно, исходя из этой обратной связи, делаем какие-то действия. Собственно, третий этап, как я уже сказал, – это сбор данных. Мы собираем данные о показателях, на которые повлияют изменения. Снова пример. В нашем примере – это конверсия в регистрацию. То есть мы до этого говорили про изменения посадочной страницы. Дальше, какие именно данные мы будем смотреть – конверсия в регистрацию. Не забываем, что выборка должна быть репрезентативной. То есть здесь очень важно, чтобы те данные, которые мы собрали, мы были уверены в том, что они не собраны на какой-то очень конкретной аудитории. Почему? Потому что если мы дальше увидим какую-то статозначимость или какой-то инсайт и сделаем какой-то из этого продуктовый вывод, то есть, условно говоря, мы случайно попали на всех женщин от 18 до 20 лет, так получилось, и скорее из этого сделаем вывод про всю нашу аудиторию. Потом выкатываем изменения, и в результате выясняется, что наша конверсия, она наоборот ухудшилась, а не улучшилась. Ну и, наконец, выводы или инсайдс. Анализируем, сработала ли гипотеза. Пример. После изменения заголовка в конверсии в регистрацию увеличилась на 2%. То есть звучит так, что в целом наша гипотеза сработала. Если гипотеза сработала, планируем ее улучшение и масштабирование. Это, кстати, важный момент, про который мы до этого не говорили. С гипотезами можно работать на нескольких уровнях, на нескольких шагах. То есть если у нас есть какая-то гипотеза, которая А подтвердилась, и Б, которую мы можем масштабировать, имеет смысл сразу заниматься ей. Почему? Потому что, опять же, в рамках хази-цикла мы стараемся быстро проверять гипотезы, от которых мы можем получить данные. Если мы уже с какой-то гипотезой это привернули, и дальше можем это сделать с ее подобием, но на большем масштабе, имеет смысл это сделать. У нас уже есть инструменты это проверить. Что главное помнить в экспериментах? Очень важно помнить, что любые инициативы – это предположения. То есть порой гипотезы удобно формулировать в следующем формате. Если какое-то действие, то какой-то результат в цифрах. Если мы что-то изменим, то у нас увеличится или уменьшится конверсия. Если мы что-то передвинем, то у нас уменьшится количество людей, которые перестают пользоваться сервисом. Не стоит строить долгосрочных планов. Мы всегда делим их на короткие итерации в одну-две недели. То есть наша цель в экспериментах – это краткосрочная планирование. Про это уже говорили, еще раз повторяю. Постоянный цикл Build-Learn-Measure. Мы проводим эксперимент, получаем обратную связь, измеряем ее. Просто проведение эксперимента без обратной связи – бессмысленно. Просто потому, что тогда мы ничего не сможем сказать про то, устраивает нас результат или нет. Более того, в некоторых ситуациях полезно до начала эксперимента понять, какой результат мы будем считать хорошим, а какой результат мы будем считать плохим. Просто для того, чтобы когда вы получите данные, вы могли сходу сказать, окей, да, это имеет смысл делать, или нет, эти изменения не очень большие, или наоборот, эти изменения меня не устраивают. Поэтому старайтесь всегда заранее примерно прикинуть, какой результат вы будете считать хорошим, какой плохим. И всегда старайтесь брать те исследования, которые можно измерить. И тут тоже понятно, если вы не можете что-то померить, то очень сложно сказать, стало хуже или лучше. Идею можно проверить прототипом или MVP. MVP, как правило, расшифровывается как Minimum Valuable Product или Minimum Viable Product. Здесь есть разные варианты. То есть, минимально жизнеспособный продукт или минимально ценностный продукт. Главная мысль, что самая лучшая проверка – это проверка ВОЭМ. То есть, если у вас есть идея, которая потенциально, или гипотеза, которая потенциально подтвердилась, да и в некоторых случаях, которую вы хотите подтвердить, иногда очень удобно проверить ее с помощью прототипов или MVP-шек. Почему важно иметь четкую гипотезу? Очень люблю эти истории. Потому что они наглядно показывают, с одной стороны, насколько важно четкую гипотезу иметь, с другой стороны, насколько даже иногда в больших компаниях с этим плохо. Есть довольно известная история про Google и 41 оттенок голубого. Заключается она в следующем. В Google, как наверняка вы знаете, есть верхние строчки поисковой выдачи, которые являются рекламными. Собственно, это то, благодаря чему отрабатывает Google, то, благодаря чему он сейчас существует как огромная IT-корпорация, почему у него есть все другие направления. Это то, что приносит ему основные деньги. Точно так же, как и в Яндексе, это тоже до сих пор при всей диверсификации бизнеса приносит Яндексу основные деньги. Это рекламное одно, два или три места в верхней выдаче поиска. И эти строчки, как правило, голубого цвета. Дима, я в своем резюме цвет ссылок взял из выдачи Google. Класс. Кстати, интересное решение. То есть это такой, может быть, чисто подсознательный механизм поведенческий. Прикольно. Собственно, в чем заключается история? В какой-то момент они решили, что им нужно поменять цвет этих ссылок для того, чтобы они были более крикабельны, для того, чтобы они более приятно воспринимались людьми. И начали тестировать. Google, понятно, огромная корпорация с огромным количеством пользователей. И на входе у них не было понимания, какой результат они будут считать хорошим, а какой нет. То есть они просто понимали, что они хотели бы получить увеличение каких-то методов. В итоге они проверили 41 оттенок голубого. То есть изначально они начинали с двух вариантов. Но затем в процессе, после обсуждений, после встреч, после доработок, этот вариант разросли до 41 оттенка, по-моему, за полгода. После чего у них уволился ведущий дизайнер. Причем это вот конкретная причина, почему он это сделал. Прямо говорил прямым текстом, что я просто больше не могу. Я больше не могу смотреть на этот голубой цвет. Я не могу работать с ситуацией. Я полностью выгорел, потому что я уже полгода занимаюсь тем, что просто пытаюсь понять, какой оттенок голубого имеет смысл взять. То есть, с одной стороны, это можно понять. Когда у тебя есть многомиллиардная с точки зрения оборотов корпорация, ты хочешь быть полностью уверен в том, что ты делаешь, и принимать максимально data-driven решение. В противном случае ты потеряешь много денег. То есть здесь включается тот самый синдром потенциально упущенной возможности. С другой стороны, если нет человека, который в какой-то момент говорит, окей, вот несколько вариантов, вот что мы хотим, вот какой результат нас устроит, погнали. То можно вечно ходить вот в таких вот исследовательских циклах и никуда не прийти. Тоже очень похожая история была с Yahoo и 30 новыми логотипами. Тут даже, мне кажется, по названию можно догадаться, что было. Они выбирали, 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 и так, по-моему, практически не смогли выбрать. То есть понятно, что какой-то логотип в итоге был взят, но это был очень болезненный, очень сложный для них процесс. В 90% случаев успех всей бизнес-модели зависит от подтверждения 7 гипотез. То есть прям проводили статистические исследования, исследовались и стартапы, и уже состоявшиеся бизнесы, и выяснилось, что есть 7 гипотез, которые покрывают 90% случаев. Ну, поэтому логично, что было бы полезно их знать, и поэтому логично, что мы с вами их обсуждаем сейчас. Итак, гипотеза 1 – предположение о потребности. Как правило, она формулируется как «я считаю, что у людей есть потребность в». То есть сейчас для каждой гипотезы у нас будет формулировка, после формулировки официальной у нас будет формулировка голосом, условно говоря, а затем ряд вопросов, на которые эта гипотеза должна ответить. То есть прежде всего, и мы про это уже говорили, нужно убедиться в том, что ваш сервис или ваше приложение, ваш продукт закрывает какую-то потребность, потому что в противном случае не будет никакой необходимости им пользоваться. Поэтому здесь полезно подумать, в чем нуждаются наши клиенты, чего хотят наши клиенты, потому что далеко не всегда то, чего они хотят и то, в чем они нуждаются, – это одни и те же вещи. Но и там, и там мы можем закрыть их потребности. Как сейчас клиенты закрывают свои нужды и потребности? В первую очередь, в плоскости того, что мы обсуждаем, в плоскости тех потребностей и нужд, которые мы выписали. Какие задачи хотят выполнить клиенты или хотят, чтобы помогли их выполнить? Гипотеза номер два – предположение о проблеме. Я считаю, что при использовании существующих решений у клиентов возникают следующие проблемы. То есть если на первом этапе мы проговорили, о какие потенциальные потребности есть у наших клиентов, то на втором мы скорее концентрируемся на имеющихся конкурентах. То есть мы говорим, окей, кажется, что у наших потенциальных пользователей уже есть существующие решения, но они, скорее всего, не идеальны. Именно поэтому нам имеет смысл проанализировать, а какие проблемы в них есть. Какие проблемы есть у существующих решений или продуктов? Насколько клиенты удовлетворены текущими решениями? Являются ли текущие решения сложными, дорогими или труднодоступными? То есть на этом этапе мы фактически проводим анализ конкурентов и пытаемся понять, как уже закрывается потребность или проблема наших пользователей и насколько их такое закрытие устраивает. Вполне возможно, что в итоге этого анализа мы придем к выводу, что мы не сможем дать им какое-то принципиально отличающееся ценностное предложение. Ну и в этом случае, по крайней мере, со спокойной душой поймем, что не будем тратить на это свое время и займемся чем-то еще. Гипотеза номер три. Предположение о потенциальных клиентах. Я считаю, что нашими идеальными клиентами будут. То есть в этом моменте мы пытаемся сформировать или сформулировать, кто наша идеальная ЦА. Понятно, что по факту, особенно сейчас, у продуктов очень часто будут размытые ЦА, и продукты, которыми пользуются сотни миллионов человек, там есть целевая аудитория разных возрастов, разных увлечений. Но даже в них, как правило, можно сформировать основное центральное ядро, которое пользовалось им с самого начала, и которое, собственно, и во многом определило его успех. Поэтому кто наши идеальные клиенты? Что это за люди? Может ли нашим клиентам быть другая компания? Если да, то какая идеальная подойдет? В этом пункте мы проверяем то, что наш сервис может быть не только B2C, но и B2B. Есть ли среди наших знакомых идеальные клиенты? Если да, то описать их. Это очень удобный пункт, который позволяет нам в ближайшем окружении попытаться представить, кто именно мог бы быть идеальным клиентом для нашего продукта, и дальше написать образ жизни этого человека, написать, чем увлекается человек, чем он занимается, как он проводит время. Ну, просто потому, что на примере знакомых мы лучше знаем этих людей. И, значит, потенциально мы дальше, с одной стороны, при необходимости можем сделать с ними глубинные исследования. У нас есть к ним доступ, это наши знакомые. А с другой стороны, мы можем использовать эту информацию, чтобы как-то масштабировать наши исследования. Может ли у нас быть несколько клиентских сегментов? Особенно если мы планируем, что у нас будет очень массовый продукт. Полезно подумать про то, что у нас может быть не один, а несколько потенциальных когорт или групп целевых аудиторий. Гипотеза 4. Предположение о ценностном предложении. Ну, вот то самое ценностное предложение, про которое я вдруг что сказал. Я считаю, что лучшим и убедительным ценностными предложениями для наших клиентов будет. То есть на первом этапе мы с вами рассмотрели разные проблемы и боли наших клиентов. На втором изучили, как они их уже закрывают и в чем есть проблемы. На третьем поняли, а кто наши клиенты. И теперь самое время понять, а что мы им можем предложить. То есть какие преимущества может дать клиентам наше ценностное предложение. Чем наше предложение лучше других? Что будет его отличать? В чем закрытие проблемы будет более выгодно? Что делает наше предложение уникальным? То есть почему мы будем не просто лучше, но еще почему мы будем уникальны относительно остальных предложений? Почему клиентам понравится наше ценностное предложение? Что должно их зацепить? Причем, что должно их зацепить как в краткосрочной перспективе, почему они придут к нам, например, кликнув на рекламу, так и в долгосрочной перспективе, почему придя к нам, они с нами останутся. Собственно, здесь я по ссылке даю шаблон так называемого ценностного предложения прямо на сайте его создателя Питера Томпсона. При желании здесь его можно скачать и почитать, как его правильно заполнить. Такой один из инструментов, один из вариантов, который можно использовать. Гипотеза номер пять. Предположение о товарах и услугах. Я считаю, что наше предложение должно включать. Если на предыдущем этапе мы более-менее определили, в чем будет наше USP, то есть что будет уникально, почему нами будут пользоваться, то здесь имеет смысл покопать поглубже и понять не просто, как мы будем закрывать потребность, а что будет включать в наше предложение или в наши услуги, что должно включать наше предложение клиентам, какие продукты и услуги нам нужны, чтобы покупатели были в восторге, что сделает наше предложение более привлекательным. То есть на этом этапе сразу можно прописать все хотелки и желания, которые мы потенциально хотим закрыть. Даниил, я заметил WinCampus. Да, да, не без этого. Все какие-то пожелания с точки зрения закрытия потребностей, которые нам кажутся удачными. Опять же, вполне возможно, что на первых этапах, когда мы только разрабатываем прототип приложения, далеко не все из них пойдут в работу, но полезно их продумать и иметь. В конце концов, нам же нужно приоритизировать и выбирать из чего-то, вместо того, чтобы выбрать и обдумать просто, не знаю, например, три варианта и включить только их. Гипотеза номер шесть. Предположение о модели выручки. Это все здорово, но, скорее всего, мы же все-таки работаем с бизнесом, а не с благотворительной организацией. И даже благотворительная организация так или иначе на уровне денег как-то должна функционировать. А значит, что неплохо бы подумать про монетизацию. Я считаю, что лучшей моделью выручки будет. То есть в этом месте, в этой, скажем так, большой гипотезе мы проверяем все вопросы и аспекты, связанные непосредственно с монетизацией. Какой вариант оплаты будет предпочтительнее для наших клиентов? Какой будет для них удобен? За что клиенты будут нам платить? За какую ценность они будут готовы отдавать деньги, а какую ценность они будут хотеть иметь бесплатно? Как можно сильнее привязать, в кавычках, клиента к нашему продукту? Что позволит, вот, собственно, то, что я говорил, не только его привлечь одномоментно, но и в перспективе спустя полгода, спустя год, спустя два года все еще продолжать иметь его как клиента. И как часто клиент будет нам платить? То есть частотность его платежей, которая повлияет уже впоследствии на расчет нашей юнит-экономики. Ну и, наконец, гипотеза 7. Предположение о желании платить. Я считаю, что клиенты будут готовы платить за единицу продукта столько-то. То есть нам, как или иначе, с чего-то нужно начинать. Мы поняли, как именно мы будем брать деньги. Нам неплохо бы понять, а сколько денег мы хотим брать? Сколько денег нам будут готовы заплатить? Какая у нас будет базовая цена? Насколько чувствительна к цене наша целевая аудитория? Какая зависимость спроса от цены? Можно ли использовать так называемую якорную цену для привлечения внимания, за счет чего можно увеличить цену впоследствии? По формулировке, я думаю, более-менее понятно, что якорная цена – это, как правило, какая-то цена сниженная. Очень часто вы наверняка видели в приложениях, что в первую же неделю, если вы оплатите подписку или купите внутриигровой предмет, то вы сможете это сделать со скидкой. Вот это так называемая якорная цена. Какой будет средний чек? То есть, благодаря предыдущему пункту, где мы обсуждали время жизни пользователя в нашем приложении, сколько он будет пользоваться нашим продуктом. И здесь, где мы определяем средний чек, мы в итоге сможем посчитать юнит экономики, кстати говоря. Немножко забегая вперед. Итак, еще раз выведя их все на один слайд. Семь основных гипотез, которые позволяют проверить нам такие самые важные мейлстоуны и самые важные подводные камни в потенциальном проекте. Понятно, что гипотез может быть больше. Опять же, понятно, что в рамках каждой этой гипотезы мы можем проверять много вопросов. Ну и, собственно, вы уже увидели, что в рамках каждой из них был не один, не два и даже зачастую не три дополнительных вопроса. Но так или иначе, мы хотим, когда начинаем работать с продуктом, во-первых, проверить предположение о потребности. Мы хотим убедиться в том, что существует потребность или потребности, которую мы будем закрывать. Иначе это бессмысленно. Дальше мы хотим проверить предположение о проблеме. Мы хотим увидеть, что людей не устраивает потенциальная целевая аудитория, не устраивает текущее закрытие этой проблемы и понять, а как именно они сейчас ее закрывают. Третье – предположение о потенциальных клиентах. Неплохо бы сформулировать, а кто будут те люди, которые придут к нам и будут закрывать свои потребности. Четвертое – предположение о ценностном предложении. Что мы можем им предложить для того, чтобы эту потребность закрыть? То есть в гипотезе 5 – предположение о товарах и услугах и как именно будет строиться наш сервис, то есть из каких частей он будет состоять, что в нем будет существовать. Затем, как мы будем на нем зарабатывать, предположение о модели выручки. И в гипотезе 7 – как нам будут за него платить предположения, желание платить. Тут я обращаю внимание, что в гипотезе 6 мы скорее определяем модель монетизации, экспериментируем с ней. А в гипотезе 7 – посмотрим, как в рамках этой модели ведут себя пользователи и начинаем уже двигать какие-то особенности. Ну, это логично. Нам имеет сначала верхнеуровневого определиться, с какой моделью мы имеем дело. Бесплатная с показом рекламы, бесплатная с покупкой внутриигрового контента, платная подписка, то есть разные варианты. А уже дальше как-то варьировать и конкретное решение монетизационно, конкретную модель выручки пытаться менять. Мы с вами поговорили про ХАДИ-цикл и про то, как анализировать проверку гипотез. В частности, обсудили, какие самые критические гипотезы и вопросы стоит задать на самых первых парах. Заодно отдельно посмотрели шаблон ценностного предложения и сформулировали все эти гипотезы в одну табличку, которую можно заполнять, фактически отвечая на вопросы. Удобно и оперативно. А теперь давайте немножко поговорим про проверку продуктовых гипотез. То есть быстро, дешево и сердито. Продуктовый подход к формированию гипотез. Шаг 1. Знать, что мы хотим узнать или решить. То есть очень важно понимать, когда мы формируем гипотезы о продукте, на что именно мы влияем, с чем мы взаимодействуем. У нас всегда должна быть максимально точная гипотеза, которую можно выразить в цифрах, про это мы уже говорили, которую можно четко сформулировать. Шаг 2. Важно понимать, какой уровень продукта мы проверяем. И здесь я немножко сейчас расскажу подробнее, какие вообще уровни существуют, потому что может возникнуть такой резонный вопрос. Есть value level, то есть уровень ценности. Какую проблему решает продукт и стоит ли ее вообще решать? Конечно, в идеале, когда вы работаете с продуктом уже готовым, у вас не должно возникать вопросов о гипотезе на уровне value level, потому что иначе бы этого продукта не было. Хотя иногда бывают такие ситуации. То есть уровень value level, это, как правило, то, с чего мы начинаем, это уровень, когда мы только-только думаем выходить на новый рынок, запускать новый продукт или сервис. Затем есть feature level. Это уровень фичей или сама функциональность, которая отражает ценность нашего продукта. Затем design level. Как функциональность будет работать с точки зрения UX, то есть как наш потенциальный пользователь взаимодействует с нашим продуктом. Что он может делать, что он не может делать, насколько ему комфортно, где есть затыки, а где, наоборот, конверсии из предыдущего этапа в следующий проходят хорошо. И, наконец, feasibility level. Это все, что касается технической реализации функциональности. То есть, например, наш техдолг, закрытие которого позволяет в перспективе улучшать в том числе все остальные уровни, уровни. Затем в шаг 3 правильно выстраиваем гипотезу. То есть мы начинаем с того, что определяем, что мы хотим узнать или решить, с какой областью работаем, выбираем уровень продукта, который мы проверяем, и правильно выстраиваем гипотезу. Сдаем вопрос. Какое изменение будет происходить? Какой предположительный результат? Для кого? Насколько и как долго? То есть за какой срок? Еще раз. Какое изменение? Что мы меняем? Какая переменная будет меняться, относительно которой мы будем проверять гипотезу? Какой результат мы хотим получить? Или какие результаты у нас могут быть? Заодно неплохо бы понять, какой результат будет считаться хорошим, а какой плохим. Для кого мы это делаем? На кого рассчитан этот результат? На ком мы это будем исследовать? На сколько и как долго? То есть как долго мы будем проводить исследование и насколько долго будет его влияние на наш продукт? Об это тестирование. Мы про него уже говорили. Это один из подходов проверки гипотез, опросы. Еще один подход. Количественный этап, про который мы говорили в прошлый раз. Пользовательские интервью, с которым мы начинали. И снова про пользовательские интервью. Еще чуть-чуть. Смотрите. Во время пользовательских интервью еще неплохо бы учитывать следующие вещи. Это скорее истории второго порядка. То есть их принципиально необязательно в каждый момент держать в голове для того, чтобы хорошо проводить пользовательские интервью. Собственно, поэтому до этого мы про них не говорили. Но сейчас у нас появилась такая возможность, поэтому мы их обсуждаем. Во-первых, юзабилити. Смогут ли вообще пользователи работать с продуктом и достигать своей цели? Такой, казалось бы, забавный функтор, но вы не представляете, насколько много есть продуктов или приложений, которые не учитывают этот момент. Ну и дальше получается, что создатели удивляются, почему их продукт не популярен, а по факту он не закрывает ту потребность, ради которой создавался. То есть цель, с которой приходят пользователи в этот продукт, она не выполняется. Discovery. Как пользователи используют наш сервис впервые? То есть есть большая разница, работаем ли мы с фичами или продуктом с уже имеющимися пользователями, или мы работаем с принципиально новыми и исследуем этап именно открытия. То есть как пользователи про нас узнают, как они принимают решение выбрать нас или нет, как они кликают, как они скачивают, на что они обращают внимание. Понимают ли пользователи наш сервис? Могут ли они найти и разобрать то, что им положено найти по логике приложения? Могут ли найти ключевые функции? То есть это во многом история как раз-таки про свежий взгляд, который позволяет определить, что находится на своих местах, а что неочевидно, непонятно или требует переработок. Критерии достаточности для интервью. Тоже немножко про него уже говорил, забегая вперед. А сейчас дам вам чуть больше статистических данных для того, чтобы вы понимали, на чем они основаны. Если вы помните, я говорил про то, что, как правило, критерием достаточности считается отсутствие новой информации. И по количеству интервью, например, в моем случае, это, как правило, от 7 до 13-14 интервью. Гаскин, Гриффин и Хаусер советуют проводить от 10 до 30 интервью. Дэниел Берто в своем социологическом исследовании 1981 года заявлял, что 15 – это наименьшая допустимая выборка, когда мы проводим разные социологические исследования или продуктовые интервью в глубиннике. Грагест сделал заключение в своем этнографическом исследовании, что ему в среднем хватало 12 интервью, чтобы получить всю необходимую информацию. Джейкоб Нилсон говорит, что в большинстве случаев достаточно 5. То есть вы видите, что здесь в целом количество, оно вот то, которое я обозначил, от 7 до 13-15, оно вот как раз почти в каждом исследовании таким и попадается. Естественно, в зависимости от конкретной гипотезы или продукта, может быть немножко разное количество. Но в целом универсальный критерий достаточности – это отсутствие новой информации. И еще один зверь – карточная сортировка. Про B-тестирование мы с вами уже говорили, про опросы в пользовательские интервью говорили еще больше. А вот карточную сортировку пока ни разу не затрагивали. Что это такое, с чем его едят? Что это вообще? Карточная сортировка, ну или по-английски card sorting – это способ структурирования информации, построение лучшей навигации и создание информационной архитектуры. То есть он позволяет нам с точки зрения UX и UI сделать более удобный и понятный продукт. Как она работает? Пример. Мы разрабатываем сайт для аренды машин. У нас около 100 моделей авто. Как раскидать их по категориям, чтобы пользователям быстро и удобно найти транспорт? То есть мы можем, например, раскидать их по цвету, мы можем раскидать их по мощности двигателя, мы можем раскидать их по типу самого автомобиля, мы можем раскидать их по пробегу. То есть здесь есть разные варианты того, какая логика будет стоять за распределением. Поэтому вместо того, чтобы делать это самостоятельно, надеяться, что мы угадаем, что хотят пользователи, мы можем попросить пользователей отсортировать транспорт по категориям, которые понятны, а самим наблюдать за паттернами. То есть фактически мы даем пользователям возможность самим выбрать и показать, какой вариант использования им удобнее, а дальше просто его предоставить. Тут главное убедиться, что мы действительно работали с нашей целевой аудиторией, у нас была репрезентативная выборка, иначе всегда есть вероятность, что мы сделаем какое-то решение, которое в итоге не понравится большинству. Что самое главное в проверке продуктовой гипотезы? Победить перфекционизм. Проверять продуктовые гипотезы нужно быстро, дешево, сердито и итерационно. Вы видите здесь прям большой слайд с большими буквами. Почему? Потому что точно так же, как на этапе обсуждения и формулировки гипотезы, проверки их опросами, я рассказывал, что самое главное на этих этапах. Самое главное в проверке продуктовой гипотезы и в анализе – это победить перфекционизм, когда хочется еще немножко, еще побольше исследовать. Очень важно уметь работать быстрыми итерациями, быстро, дешево, сердито и итерационно. Не просто так это было вынесено в заголовок этой части. Гипотезы, гипотезы, гипотезы. Как выбрать правильное? Немного математики, чтобы вы понимали. Просто пример. На проверку одной гипотезы нужна как минимум одна неделя. По факту от одной недели до двух-трех, в зависимости от того, как именно мы ее проверяем. То есть, например, в ходе цикля мы говорили про цикл от одной до двух недель. В случае АБ-исследований у нас может быть длительность и три недели. Бывают такие, которые датся больше. В случае количественных интервью и качественных интервью, если мы проводим гипотезу по полному вот этому циклу, то, например, мы сначала на одной неделе проводим глубинники, опросники, затем формулируем количественный опрос, на следующей неделе даем его, а на третьей неделе выкатываем АБ-тестирование и смотрим его результаты. Вот уже три недели ушло. В году 248 рабочих дней. 248 на 7 – это приблизительно с округлением в большую сторону 35 гипотез. Или 3-4 сработавших гипотезы за год. То есть, как показывает статистика, в среднем где-то около 10% гипотез, которые выдвигаются, они в итоге срабатывают, их можно использовать. Звучит довольно грустно. Ну, правда. То есть, даже если мы работаем как можно более эффективно, то есть, если каждую неделю мы проверяем гипотезу, если делаем это постоянно, по факту за год у нас будет 3-4 сработавших гипотез. Что с этим можно сделать? Ну, на самом деле, во-первых, в больших компаниях именно поэтому постоянно проводятся эксперименты, эксперименты на экспериментах. То есть, там есть вероятность, что если вы находитесь в разных регионах, с разными устройствами, разного возраста, то вы будете иметь разный продукт, потому что постоянно фактически в проде находится очень много экспериментов с продуктом и проверяются много гипотез за раз. Но еще одно очень эффективное решение, которое работает на уровне, собственно, продакт-менеджеров, которое мы должны сами учитывать, это правильная приоритизация. Поэтому каждую гипотезу мы должны оценить. Каждую гипотезу мы оцениваем, как много пользователей она затронет, как много денег она принесет, и скользко ресурсов займет проверка. То есть, три таких основных момента, которые позволят нам быстро приоритизировать гипотезы, вывести, например, единый коэффициент, который дальше позволит сравнить, какие гипотезы мы хотим в первую очередь проверить и либо отбросить, либо взять в работу, ну и дальше использовать, либо понять, как они соотносятся друг по отношению к другу. Еще раз, как много пользователей затронет гипотеза, насколько ее влияние велико. Много денег она принесет. Возможно, пользователей будет не так много, но это наиболее платящая группа для нас, поэтому для нас это будет потенциально выгодно. Сколько ресурсов займет проверка? Если проверка гипотезы будет стоить дороже, чем потенциальный профит от самой гипотезы, то кажется это бессмысленно. Собственно, для того, чтобы правильно наши гипотезы приоритизировать, можно использовать матрицу приоритетов гипотез. Она состоит из двух осей. По одной оси мы смотрим, важно или не важно, ну, важная фигня какая-то. По другой, быстро или долго можно проверить эту гипотезу. Соответственно, правый верхний квадрат – это наиболее важные гипотезы, которые еще и можно быстро проверить. Их мы сразу берем в работу. Это должно быть наверху нашей приоритетной сетки. Ну, понятно, просто потому что мы сможем с самого начала проверить самые важные гипотезы, при этом которые мы можем быстро проверить. Затем те гипотезы, которые проверить важно, но долго, мы ставим в план. То есть мы выписываем, планируем, как не в ближайший, условно, месяц, но в ближайший квартал или в течение ближайшего календарного года мы эти гипотезы проверим. Быстро проверяемые гипотезы, но не очень важные, имеет смысл проверять, если есть время. То есть, например, если у нас закончились другие гипотезы, все долгосрочные гипотезы исчезли, или у нас сейчас есть несколько долгосрочных гипотез в процессе, но внезапно появилась возможность быстро проверить несколько небольших гипотез, и важных нет. Так или иначе, при прочих равных всегда полезнее проверить лишнюю гипотезу, чем нет. Ну и, наконец, те гипотезы, которые проверять долго, и, кажется, они не очень нужны и важны, на них можно просто забыть и забить. Почему? Потому что, я вас уверяю, в вашем продукте всегда будет огромная очередь и есть гипотез, которые составляют правый уголок, скажем так. То есть те, которые нужно сразу брать в работу, которые можно поставить в план, и которые стоят у вас в очереди, если внезапно освободится место. Как вообще выглядит проверка продуктовых гипотез? Основной инструмент проверки – это прототипирование. Прототипы бывают разных типов, про это мы еще поговорим, они бывают разного уровня, но главный девиз – это «fake it till you make it». То есть наша задача – это всеми доступными средствами как можно более быстро и дешево создать прототип, который позволит проверить нашу гипотезу. Сюда относятся и лендинги, и фейковые рекламные компании, и полноценные рекламные компании, Instagram-странички, собранные макеты. Мне очень нравится, например, история с Яндекс.Навигатором, когда они только тестировали всю эту штуку, был уже продукт карты, но еще не было продукта навигатора. Им нужно было понять, насколько водителю вообще было бы удобно использовать навигатор, как именно ему было бы удобно использовать указания, написанного в виде, в голосовом виде. Поэтому они брали телефон, и на нем, то есть они ездили дальше с водителями по маршруту, и в каких-то экспериментах они голосом проговаривали, где и как нужно повернуть, по заранее отработанному паттерну. И если вы обратите внимание, в Яндекс.Навигаторе проговаривание голосом тоже изменилось. То есть если раньше это было через 200 метров повернеться направо, то со временем они используют те паттерны, которые указывают сами люди. Например, сверни направо около моста. Начали их добавлять. То есть они начали выбирать основные точки интереса, которые потенциально будут использованы для описания реальными людьми. Они начали добавлять их в голосовое управление. И второе, они подсовывали бумажечки с направлениями и указаниями на экран, и при этом ничего не говорили водителю. То есть это была проверка именно визуальной составляющей. Собственно, это к вопросу про fake it till we make it. Так, Азизбек, вижу вопрос. Важность гипотезы мы оцениваем сами, или есть тоже какие-то метки? Азизбек, смотри, важность гипотезы, вот буквально только что я про это говорил, можно оценить вот по этим вопросам. То есть отвечая на вопрос, как много пользователей она затронет, как много денег принесет, и сколько ресурсов займет проверка, мы автоматически сможем понять, насколько гипотеза эта для нас важна или нет. Тут еще важно учитывать, что, естественно, когда мы получили ответы на этот вопрос, их нужно смэтчить с нашими бизнес-целями. То есть в каких-то случаях у нас может быть цель заработать денег, и в этом случае у нас будут приоритизированы, и вверх пойдут одни гипотезы. В других случаях у нас может быть цель нарастить аудиторию, даже пустив минус по деньгам. И тогда у нас, может быть, другие гипотезы выйдут вперед. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, есть ли вопросы на текущий этап? Мы с вами поговорили про прототипирование немножко, поговорили про то, как вообще проверяются гипотезы, что важно учесть, как приоритизировать гипотезы, что крайне важно, как с этим правильно работать. Поговорили чуть побольше еще про проведение качественных опросов и затронули такую любопытную тему, как карточный сортировок. Что мы вообще успели сегодня обсудить, про что мы поговорили? Мы, на самом деле, погрузились дальше в тему работы с гипотезами, но если раньше мы говорили в целом про то, что такое гипотезы, как их проверять количественно, как их проверять качественно, много концентрировались на том, как правильно проводить глубинные интервью и как составлять на их основе опросы, сегодня мы пошли еще дальше. Поговорили о как анализировать и с помощью прототипов проверять наши потенциальные гипотезы, то есть делать еще шаг дальше. Обсудили, что такое хари-циклы, что вообще лежит в основе правильной проверки гипотез и поняли, что, как правило, это высокая итеративность, то есть нам нужно постоянно ходить по этому циклу для того, чтобы получать результаты. И в целом, когда мы что-то хотим проверить, самое ценное, что у нас может быть, это обратная связь или фидбэк. Поговорили про критические гипотезы и шаблон для них, то есть обсудили, какой есть список из семи больших блоков, из семи самых критических гипотез, на какие вопросы они строятся, и выстроили таблицу, в которой можно на эти вопросы отвечать. Собственно, теперь она у вас есть как мощный и классный инструмент, плюс к этому есть отдельная табличка по продуктовой ценности. При желании мы не будем глубоко на них концентрироваться, но вы можете про нее подробнее почитать. Это тоже такой отдельный, вполне себе полноценный инструмент, который позволяет сформулировать продуктовую ценность в продукте. Затем поговорили про продуктовый подход к проверке гипотез, что его отличает, на что важно обращать внимание, какие вообще основы в нем, какие будут типы проверки продуктовых гипотез. Здесь еще немножко поговорили про качественные опросы, а потом обсудили, что такое карточная сортировка, новая для нас понятия. Обсудили приоритизацию гипотез, наглядно поняли о том, что нельзя проверить вообще все гипотезы, которые хочется, поэтому важно уметь правильно их приоритизировать, потому что для нас как продуктов это, наверное, основной способ сделать правильный выбор и проверить именно те гипотезы, которые сильнее всего повлияют на продукт в правильном направлении. Спасибо вам большое. Не забудьте, пожалуйста, сегодня до 11 оставить отзыв. Снова, как и в прошлый раз, у нас не было домашнего задания после сегодняшней лекции, оно будет после воркшопа в понедельник. Так что будьте готовы, на воркшоп обязательно приходите, потому что вот в прошлый раз мы очень активно работали с глубинным интервью. Здесь мы активно поработаем с прототипированием и проверками гипотез. Тоже будет шахтовски любопытно и очень полезно. И ваше домашнее задание тоже во многом будет на этом основано. Плюс по вторник мы будем общаться, еще раз напоминаю, с гостем из UXVL лаборатории. Классные вещи дополнительные расскажем. Я уверен, что много вопросов у вас будет и много интересного получится услышать. Так что обязательно приходите. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Я желаю вам хорошего вечера и хорошего окончания рабочей недели. Спасибо. Спасибо. Спасибо.